В госуниверситете ко дню молодого избирателя провели брейн-ринга. Соревновались пять команд. Вопросы были на знание избирательного права. Эти ребята явно настроены не на участие, а на победу. Каждая команда, а их здесь пять, хочет забрать первое место. Времени на подготовку к брейн-рингу было достаточно. Поэтому перед игрой все спокойны и уверены. Перечитывали все наши избирательные права, конституции. Вот эти все самые важные наши документы. Что-то на удачу, не знаю я, пятачок под пятку, что-то такое сделала? Я верю только в свои знания. Интеллектуальная игра состоит из пяти этапов. В первом – вопросы на знание терминологии. К примеру, нужно ответить, что такое бюллетень. Задания несложные, отвечают команды быстро. Судя по реакции, все участники в теме. Почему сегодня принимаете участие в этом мероприятии? Потому что нам понравилось, нас это завлекло, скажем так. И что, первое место тоже возьмете сегодня? Мы стараемся. Да, возьмем. День молодого избирателя, который растянулся практически на неделю, в этом году проводят в формате интеллектуальных игр. Это впервые. У студентов колледжа и госуниверситета уже был. Айквиз, онлайн-мектарина, участвовали команды и в дебатах. Такую форму проведения дня молодого избирателя подсказали сами студенты. Во время форума, который прошел осенью, отметила председатель Центризбиркома. Форум молодежных избирательных комиссий показал востребованность интеллектуальных и спортивных и творческих состязаний. Ребятам нужна возможность проявить свои навыки, умение узнать других молодых ребят и увидеть, на что они способны. То есть преодолеть, подняться на новую ступень и захотеть достичь новой высоты. Брейн-ринг в госуниверситете продлился до позднего вечера. Победителям вручили дипломы. Капитаны команд получили благодарственные письма от ЦИКа. Яна Раховская, Василий Гриб, ТСВ.